Северную столицу посетил великий князь Георгий Михайлович Романов. Он помолился в Петропавловском соборе у могил своих предков, принял участие в конференции онкологов, а также вручил орден Святой Анны митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому в Арсенофию. С подробностями последнего знаменательного события наши корреспонденты в Северной столице. В Петропавловском соборе епископ Кронштадтский Назарий совершил заупокойную литию у гробницы великой княгини Леонида Георгиевны. 6 октября ей исполнилось бы 100 лет. Внук великой княгини, цесаревич Георгий Михайлович, прибыл из Брюсселя в Петербург, чтобы почтить память бабушки и вместе с соотечественниками помолиться на месте ее погребения. По поручению своей августейшей матери и главы дома Романовых великой княгини Марии Владимировны, в Александр-Невской лавре великий князь вручил орден Святой Анны, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому в Арсенофию. Кавалером ордена Владыка стал еще в прошлом году, когда отмечалось 400-летие дома Романовых. Теперь, спустя несколько месяцев, совершилась торжественная церемония вручения династической награды. Позвольте поблагодарить вас, вашу маму, за столь большую награду, которая получила сегодня из ваших родов. Это, конечно, вас, для нашего дальнейшего свидетельства, в нашем роде, в Южном Церкви, в России, в Российском Церковном Доме. Я думаю, что вы многое взаимных обязательств, вершись к народам Божьим, свидетельствовать о наших традициях, православных в нашей стране. Императорский орден Святой Анны введен в наградную систему Российской империи государям Павлом Первым. Он имеет особый статус династической награды дома Романовых. Его кавалерами становились как военнослужащие, общественные деятели, так и представители духовенства, которые внесли существенный вклад в жизнь страны. Это вовсе не какое-то удовлетворение чего-то тщеславия, а наоборот, это знак покровительства тех святых, имена которых носит императорский орден. С одной стороны, это почесть за заслуги, с другой стороны, это дополнительная ответственность.